Как правильно соблюдать Великий пост? И мне хотелось бы начать разговор об этом с отрывка из Священного Писания, который является самым важным, самым значимым вообще для размышления о посте, но большинство людей его даже не знают. Это отрывок из книги пророчеств Исаии, 58 глава. Вся глава посвящена посту. Начинается она так. Люди спрашивают Бога, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзко рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал? Ну вы действительно так. Для нас пост, это значит первое, своеволие. Я хочу, например, воздержаться от мяса. Я хочу воздержаться от мяса, все остальные должны это принять. И дальше живу, больше ни о чем не думаю. Я воздерживаюсь от мяса или там еще полностью, может, пощусь. Но Евангелие Бога не исполняет. Я раздражаюсь, я гневаюсь, я обличаю, я злословлю, я могу там хлопнуть дверями. Меня все раздражает. Но я раздражаюсь-то, почему я один только праведный, почему все грешники вокруг, а? Ну что за наказание такое жить среди этих грешников, а? Ну что в самом деле происходит? Ну почему так нельзя меня в какое-нибудь другое время поставить, где все так же постились, как я пощусь? Нет же, этот телевизор смотрит, этому там приспичило на бал идти, этот день рождения какой-то, непонятно. Тут вообще додумались свадьбу играть великим постом. Да что ж такое-то в самом деле, а? Ну когда это кончится, когда можно вот по-настоящему пойти и попаститься-то? Человек сетует, он нарушил уже за неделю, первую неделю Великого Поста, нарушил два десятка заповедей. А все упорно, он знает уже, от Поста давно нет никакого смысла с точки зрения Христа. А он заставляет, заставляет, заставляет себя. Вот, сам уже мучается, сам уже не знает, как, завел тетрадочку, считает, сколько дней до окончания Поста, сколько еще три недели. Господи, помоги мне, как тяжело. Это все из-за грешников, все из-за грешников, это они. Как они достали, эти грешники окаянные, чтобы их всех какой-нибудь суд страшный побрал. Вот, и так до конца к Пасхе приходит, бесплодно, никакого плода духа не стяжав, ни смирения, ни кротости, ни молитв. Он домучил свой пост, страшно собой гордиться. Потом еще будет пол пасхальной недели хвалиться всем, что он постился, наконец-то по-настоящему. Всем расскажет о том, как он постился. То есть, еще добавить там три десятка нарушенных заповедей Христовых. Вот, а плода-то никакого нет. Из поста к посту мы входим в него неправильно, выходим неправильно и не получаем никакого плода, потому что у нас происходит так, как описано здесь у пророка Исаии. Мы по-прежнему не услышаны, мы по-прежнему не приняты, мы по-прежнему не изменились, потому что через две недели после поста мы так же едим, так же смотрим телевизор, так что слушаем музыку, так же ездим там на пикники, все делаем так же, как было до поста. Смысл в чем? Где плод поста? Где он? Что мы научим? Что мы стяжали? Где та сокровищница, что мы? Нет, мы надо, какую-то дистанцию надо пройти, измучить себя и окружающих. Вот, как это одна женщина прибегает, мой батюшка говорит, батюшка, ну когда уже у вас пост кончится? Батюшка говорит, а что такое, чем вам-то мешает пост? Да меня муж уже замучился своим постом. То ему не так, то ему не это, не так приготовили, не то насыпало, не то налила, вот, уже измучил. Раньше был человек, человек, как начал поститься, невозможно дома находиться. Когда он кончится, ваш пост? Измучил всех уже в доме. Ну, а пророчество Исаии на этом не заканчивается. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопеешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст, и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда. То есть, получается, что с точки зрения пророка Исаии, пост заключается в двух, чтобы совсем уж просто было, в двух вещах, в двух, и о пище не сказано ничего. Первое – это милосердие. Милосердие ко всем. То есть, увидел человека нуждающегося, помоги ему. Хотя просто потому, что пост, и я очень хочу, чтобы Бог меня услышал, значит, надо услышать беду этого человека. Если увидел человека, который плачет, утешь его. Если увидел, что человеку нужна поддержка, поддержи его, оглянись вокруг тебя, где есть люди, которые сегодня нуждаются в твоей помощи и поддержке, в твоем утешении или в твоей защите, посмотри, есть ли такой человек, и сделай ему то, что в твоих силах сделать, и Бог примирится с тобой, и он будет слушать тебя. Это время поста, причем это не только, скажем, книга пророка Исаии говорит, это говорит постная триодь, постоянно направляя наше сознание в том, чтобы мы творили дела милосердия, как поется на стихире первой недели Великого Поста, милость, растворенная постом, милостыня, растворенная постом, из глубины адова, извлачает человека. Милостыня, растворенная постом. То есть ты творишь милостыню и постишься одновременно. То есть ты воздерживаешься от чего-то, но это только, это воздержание твое должно быть срастворено с милостыней. Если ты прожил день воздержания и никому не оказал милостыни, ты прожил его зря, с точки зрения постного подвига. Но ведь милостыня нужна не только тем, кто ходит у нас под окнами или стоит на паперти. На самом деле, сейчас такое время, что по-настоящему нуждающиеся люди почти не просят. Но они есть. Но даже если вы не знаете этих людей, у вас же есть семья. Муж, дети, родители, тети, дяди. Они нуждаются в милостыне. В том, чтобы примириться с ними. В том, чтобы просто приехать и поговорить. Вот, может быть, раскрыться как-то, высушить человек. Так, чтобы уезжая, мама сказала, дочка, сегодня был лучший день в моей жизни. Тогда вы этот пост провели удивительным образом. Или вы приехали, поговорили, поговорили с сыном, когда все уже некогда, там, говорить с ним не до этого. Пришли, давай поговорим, сын, как у тебя дела? Расскажи мне, слушайте, и слушайте. Никчемная вещь. О том, как он, ну, если он школьник, кое в школе, с кем он дружит, с кем он ссорится, что он там делает. Или, может, он вырос уже. Говорит, в каких-то своих бизнес-проблемах, планах. А вы слушаете. И слушаете, и слушаете, и слушаете. И в конце говорит, мам, если бы ты всегда так меня слушал, я был бы самым счастливым человеком в жизни. Вы провели пост. Вы сделали то, что важно. Или сказали бы мужу что-нибудь, сказали, муж, радость моя, пойдем сегодня с тобой, погуляем в парк. Ты что, сдурел? У тебя же пост. Вот поэтому пойдем погуляем. Слушай, я уже с тобой 38 лет не гулял. Пойдем, погуляем. Взять его за руку и пойти, и тоже говорить или слушать что-то, что он после этого посмотрел на вас другими глазами и сказал, слушай, а Бог молодец, что пост устроил, а? Давайте всегда так в пост будем гулять. Значит, вы не напрасно провели время. Это не сложные вещи. Но почему мы их не делаем? Почему мы все делаем, разрушая близкие отношения с людьми, с нашими, окружающими? Пост наш становится для них пыткой. Надо сделать так, чтобы пост дал для них радостью, чтобы человек прибежал и говорит, мам, слушай, когда у тебя пост начнется уже, а? Так хочется поговорить о чем-нибудь, подумать, помечтать. Вот, как нужно поститься. А второе, что говорит книга пророка Исаия, это, ну, как бы, оборотная медаль этого всего. Никому не делай замечаний. Никому. Не поднимай своего перста, чтобы сделать замечание, погрозить пальцем. Ведь что такое пост? Для чего он нужен? Чтобы мы примирились с Богом. Как же можно примириться нам, грешникам, с Богом, если мы грозим пальцем другому грешнику? Не, я пришел мириться с Богом, пусть они тоже примирятся как-нибудь. Не хочу ни с кем ссориться, я пошел мириться с Богом. Всего-то. Не грозите, не обречайте, не укоряйте, не делайте замечания никому, потому что пост. Представьте, что вы сидите на суде, вы ждете своего приговора. Вам нет дела до того, кто там еще что-то... Да перестань. Да неважно все это, да? Да пустяки. Да ладно, потом разберемся. Сейчас у меня приговор. Если бы мы так относились к посту, то тогда бы мы получили этот милостивый приговор. Да, Чадо, живи дальше. Я буду твоим светом, я буду твоей опорой, я никогда тебя не оставлю. Только ты не забывай, пожалуйста, того состояния, которое было у тебя в пост. Не забывай этой радости, которую я тебе дал, и этого мира, которым я тебя окружил. Не забывай того света, который ты видел, и той радости, которую ты слышал. И я буду всегда с тобой. И тогда мы выходим в пост, да, он кончается, и мы кушаем там яйца, колбасу, там творог и всякую всячину, кушаем, но этот мир храним. Ой, это сокровище. Отношения с сыном, сложившиеся за дни поста. Отношения с мужем, отношения с мамой. Мы стараемся это поддерживать. Вот где свет, вот где Бог, вот в чем сила, оказывается, поста. Конечно, мы очень слабые люди, может там нас хватит на месяц, может на два, на три, но мы уже будем ждать этого поста, пока наконец, через пятый год, мне скажут, зачем пост для того, чтобы поговорить с ребенком? Зачем пост для того, чтобы пойти погулять с мужем? И мы начинаем понимать, что просто есть некие формальные принципы, внешнее делание, а есть суть христианства. И эта суть христианства начинает нам открываться, что оказывается главное в том, что мы делаем людям, как мы к ним относимся, к тем именно единокровным, которые рядом с нами. Второй, другой момент. Это вот была книга пророка Исаии. Совершенно знакомый, если пророк Исаии большинству людей неведом, то вот отрывок из Нагорной проповеди. Всем хорошо знакомым. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где моль и нержа не истребляют, где воры не подкапывают и крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То же знаем замечательные слова. Если ты постишься, не надо об этом кричать всем. Никто не должен знать об этом, не надо выставлять, потому что если ты обнаружил свой подвиг, свой пост, ты потерял награду. Ты ее получил от людей, они говорят, муфты какой, я так не могу. Все. Вот. Вы сразу себя по головке погладили, это единственная награда, которая вам светит. Больше ничего. Поэтому, например, вы читаете там постоянно в житии преподобной Марии Египетской, люди в одни поста уходили в пустыню, чтобы никто не видел, как я пощусь. Закрывались в кельях, чтобы никто не видел и не знал, какой у меня пост. А мы стараемся, чтобы об этом знали все вокруг. Мы заходим в Ашам и говорим, где у вас тут постные блюда? Можно мне туда пробраться? Вот. Или заходим в ресторан, в ресторан заходим. У вас тут есть постное меню? Ну да, хорошая вещь. Но зачем ресторану постное меню? Ну ладно. Вот. Но тем не менее, ну даже если зашел в ресторан, ну попроси ты это, шепотом скажи человеку, может? Я закажу тут деликатесы постные. Тихо, чтобы никто не слышал. Зачем об этом говорить публично? Но мы говорим, мы делаем. Вот. Увидели брата, этот самый, ну прихожанина стоит, что-то выбирает. Говорит, да не трогай, тут все не постное. А вам что спрашивают? Он спросил совет, что ли? Нет. Вы выделили, что вы, ревностный человек, пост соблюдаете, и к этому стеллажу не подходите, потому что там не постное. А он, бедолага, вкусненького захотел, и стоит и мается, взять вкусненького или не взять. Больно уныние достал. И всем мы вот афишируем это, и потому теряем награду свою. Это третье условие поста. Подвиг должен быть тайным. А сокровище, которое нужно собирать на небесах, и будет тем самым сокровищем любви. Потому что в Царство Божие перейдет только та любовь, которую мы стяжали. Тело, которое мы, как говорил в прошлом воскресенье апостол Павел, едим ли мы ничего не приобретаем, или не едим ли мы ничего не теряем. Потому что тело это все равно сгниет земли. Оно не пойдет с нами. Важна любовь, которую мы стяжали. Не внешнее делание, а внутреннее. Внешнее, то есть, грубо говоря, как я пощусь, это мое личное дело. Это мой личный подвиг, о котором никто не должен знать. Я несу его перед Богом. Я ходатайствую этим подвигом за свои грехи. Или показываю Богу свою любовь, как обычно мальчишки показывают свою любовь подвигами разными глупостями перед девчонками. Но это тайный наш подвиг. Мы не должны его афишировать. Он не требует его от нас. Мы можем принести им этот подвиг Богу, как дар. Как дар. Но он только тогда будет даром, когда о нем никто не узнает. Как цветы, подброшенные тайком любимой девушки на окно. в этом и вся их прелесть, очарование, что они тайком никто не видел. И она не видела. Но улыбнулась и порадовалась. Может быть, догадываясь, кто это, но ведь никто не видел. А если бы увидели, она была бы смущена, мы бы были смущены. Все было бы некрасиво. Очарование в том, что это тайна. Вот такой букет цветов мы приносим тайно Богу, никто не зная, кто что принес. Может быть, человек, который весь пост не ел конфеты, принес Богу больше, чем человек, который соблюдал по уставу Новотихинского монастыря пост. Потому что тот человек мучился этими конфетами и боролся за каждую несъеденную конфетку ради Христа. А человек постился, потому что он, в принципе, так живет. Ему ничего не вкусно. важна вот эта вот внутренняя жертва наша перед Богом. И если мы собрали это сокровище в сердце, если мы почувствовали, встяжали приплод, приумножение любви к другому человеку, то мы стяжали сокровище, которое пойдет с нами в вечную жизнь. Четвертое условие поста. Послание к римлянам, 14 глава, 3-9 стих. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот это вот кто ест, не уничижай того, кто не ест. То есть, если человек постится, он не должен осуждать того человека, который не постится. Как ленивого, расслабленного и чревоугодника. Если он это делает, он разрушил свой пост, потому что он не стяжал главного плода поста, смирения и любви. Бывают и такие люди, которые не постятся и насмехаются над теми, кто постится. Вот глупые, думают, что постом можно что-то приобрести, как один человек мне сказал. И что ты думаешь за то, что ты сушками питаешься, Бог тебя в Царство Божье ведет? Нет, не ведет. За сушки не ведет, и за колбасу никто не погибнет. Но любовь это очень тонкая вещь. Очень тонкая. когда мы отказываемся от чего-то ради любимого или ради любимой. Вот человек не любит, например, жареное сало, а я люблю, например. И тот, кто любит, за всю жизнь не жарит жареного сала, потому что другой не выносит его запах. Это любовь. За это никто не пойдет в рай или в ад. но это любовь, потому что он каждый раз думает не о себе, а о другом, сдерживая все свои желания. Или там муж, который, видя, что жена пришла с работы, выключает свой любимый боевик и идет к ней на кухню. Ему хочется смотреть боевики или там еще что-нибудь, но он знает, что жену это раздражает, и он идет к ней. Боевик тут ни при чем, он просто отказывается от того, что ему нравится, для того, чтобы быть с тем, кого он любит. Любовь очень тонкая вещь, и она нуждается в определенных отреченностях, отрешенностях, в определенном подвиге, когда мы отказываемся ради того, кого любим, от того, что нам нравится, а ему нет. и это не случайные вещи. И много, конечно, можно смеяться над постом и над этими разными, как они называются, гастрономическими изысками, но очень, когда человек постится тайно, эта тайна его поста очень трепетна, потому что он делает это по любви к Богу. Он любит Бога и выражает ему тем, что ради Бога отказывается от того, что ему нравится, потому что именно в этом и смысл любви, и смысл подвига, и смысл поста. А когда человек осуждает другого, то он разрушает все, нет уже никакой любви, нет никакого подвига, потому что он прямо нарушает заповедь Божья, он судит другого человека. А у нас прям притча, я помню, еще лет 25 назад, если не больше, меня просто изводили разговоры бабушек, я тогда был единственный парень на приходе, и вот придешь на службу великим постом, сидят бабушки, разговаривают, и меня просто изводят. Ну что, Марфа, как постилось это? Как? О, молодец, какая, не, а я масла не ем, не ем, да, вот уже третий день не ем масла, а ты, Марфа, как? Ты не можешь, ох, не можешь, а что же, вот я вот как ты тоже, мне лет тофта столько же, вот, а все ж таки могу, ну, конечно, не сама там, благодать Божья, но могу, ты попробуй, попробуй, у тебя получится, да, это ж великое дело, это соблюдать устав, так то устава не соблюдает, все, это все, и сидят, перебирают, то, как поститься, вот, то, как не поститься, меня, слава Богу, не спрашивают, вот, не знаю, по какой причине, но не спрашивали, боялись, наверное, или берегли, а то спросишь, а он убежит, где еще потом парня на приходе найдешь, ну, все-таки в алтарь входит, батюшка один, как будет-то тяжело, вот, но это меня так изводили эти разговоры, причем они настолько, вот, не по мысли Евангелия, что просто потрясаешься, люди не понимают, они сами разрушают все, все нутро поста, ну, и последнее, оно, как бы, повторяет мысль книги пророка Исаии, но в то же время, звучит несколько более рельефно, так скажем, послание к Галатам, шестая глава, самое начало шестой главы, братья, если и впадет, падет человек, в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый, за собой, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга, и таким образом, исполните закон Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя, каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, если человек впадает в какое-то согрешение, мы, если хотим его исправить, должны делать это кротко, если кротко мы делать не умеем, то лучше молчать, это закон христианской жизни, но лучше, как дальше говорит апостол Павел, если вы не можете в кротость обличить, помочь, исправить другого человека, тогда лучше делать следующее, носить бремена друг друга, и таким образом, исполнить закон Христа, носить бремена друг друга, то есть попросту терпеть немощи другого человека, и если наступает пост, то эти слова апостола Павла, мы должны вспомнить в первую очередь, наступает пост, поэтому я все буду терпеть от людей, рядом со мной живущих, бросают ли они носки, не чистят ли они зубы, не моют ли и не убирают за собой посуду, делают ли еще что-то из того, что обычно я делаю замечание, а сейчас не буду, ради поста, хоть в пост попробую пожить так, как нужно жить христианке, сцеплю зубы, сдавлю сердце, и буду молчать, буду ходить подбирать по комнате брошенные носки, буду постоянно закручивать пасту, оставленную, не закрученную, буду постоянно вытирать пыль там, где ее не вытерли, или мыть за другим посуду, или еще что-либо делать, расставлять ботинки, заправлять постели, простые мелкие вещи, не делать замечания тому, кто бросает на работе бумагу, мимо корзины для бумаг, или кто слишком громко кашляет, или кто открывает окна, да мало ли что, всех этих мелочей не собрать, а я не буду у меня пост, и вы увидите, как на сердце становится светлее и светлее, крестопоклонная неделя, а потом, переломившись эту крестопоклонную неделю, вы вдруг начнете понимать, что поначалу-то я, сцепив зубы, это терпел, а теперь сердце отпустил, мне не надо сжимать зубы, оказывается, это не так невыносимо трудно, надо перетерпеть только 3-4 недели, а потом это становится не так тяжело, и к страстной седмице я чувствую, что на сердце наступает мир, мир, ничего не кончилось, носки так и валяются, и паста так и не закручена, и посуда так и не вымыта, но вас перестает это раздражать, вы начинаете видеть любовь Бога, его любовь, а не вашу, когда вы моете за женой, за мужем или за ребенком тарелку, когда вы что-то убираете, что-то делаете, когда вы не делаете замечания там, где привыкли делать, когда вы с раздражением не убавляете звук на компьютере или на телевизоре, когда муж или ребенок что-то там смотрят, вы вдруг чувствуете, что сердце переполняется миром, на вас изливается любовь Христа, это еще ничего не значит, пройдет Пасха и можете сказать, но теперь я оторвусь, я им все припомню, можете, они же не перестали жить так, как они живут, а можете сказать, это все от вас зависит, это одно движение вашего сердца, а можете сказать, как же хорошо было, как мирно, пусть они не изменились, но как изменилась я, оказывается, так тоже можно жить, буду жить и дальше так, этот пост возвел вас на ступень, и вы, объятые божественной любовью, раскрыли тайну другого человека, то, что святые называли брат мой, есть жизнь моя, я живу тогда, когда несу немощь своего брата, он животворит меня, если вы это поймете, откроетесь и просто по умыслам согласитесь нести это дальше, то тогда вы всегда будете ходить в состоянии любви Божьей, и вам не нужен будет для этого пост, но большинство людей говорят, ну теперь-то можно снова, и снова начинают жить, как жили, а Бог отходит, ну по крайней мере, до следующего поста. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok